здравствуйте мои дорогие вы на канале блондинка жарит и сегодня у меня очень интересный видосик мы с вами вместе будем распаковывать японский бокс сладости из японии но это еще не все японский бокс против аналога погнали распаковывать и кушать вместе друзья и начинаем распаковочку хочу начать японского бокса потому что мне интересно я не знаю что там вау вау это леденцы давайте попробуем белый леденец запах никакой ну в смысле его нет мятный белый мятный вкусные обычные леденцы которые дают в самолете сладкий хороший погнали дальше я запаслась кофе а вы мои дорогие любите кофе напишите комментарии мне интересного я обожаю кофе без молока без сахара черный просто кофе арабику хорошую хорошую арабику рабуста и все вот эти смеси я не пью только арабика и я ее люблю свежего приготовленную вот такая а вы это что это я не знаю что это написано милк кэнди вот посмотрите какая штуковина прикольно прикольно здесь тоже вот столько вот вот конфет это тоже только молочный вкус классные мне нравятся вкусненькие а у меня вот такая штуковина я не знаю что это тут нарисован свинка свинка вот она обнаружена свинья ну-ка что это леденцы или это шоколадки на палочке вот не знаю хочу пробовать так у меня шоколадки шоколадки вот здесь вот он такой там такой их три оторву один шоколад а он неплох вкусный шоколад чувствуется прям чувствуется клубника здесь еще свинка такая не это наклейка ой ребят смотрите прикольная какая что здесь есть еще тоже леденцы мятные мятные ментоловые японские друзья я встрою вау я встрою здесь вот такие вот конфеты а и второй здесь вот такие зеленые и белые ну пробуем белая белая мятная интересная конфетка а зеленая должно быть ментолая да ментоловая но нету прям такого явного отвратительного ментола но когда бывает там едкий едкий как выполаскиватель их некоторых для полости рта а это такой нежная мята очень даже друзья мои я хочу посмотреть вот это это что-то такое необычное такие палочки шоколад с матча вау как это прикольненько тут вот такие штуки и вот мы вскрываем и здесь вот несколько шоколадочек таких как удобно взял вот а вот вкусно чай матча ощущается здесь у меня конфеты наверно тоже с матча такие вот японские так тоже здесь у меня очень нравится что все упаковано в индивидуальную упаковку это очень удобно это прям очень удобно а вы как думаете неужели это шоколад нет это как и риска это очень похоже на тот напиток который я покупала в якитории у меня обзор есть там напиток матча с мороженым прям вот очень похоже матча с мороженым уварили и сделали риску классно а мне интересно что же это такое рис рисовый снэк номер один японии написано тут нарисована капуста какая-то капустный вот такой снэк интересно попробовать ну-ка вау пахнет орехами ну тут есть орехи тут вот есть орехи арахис и это вот рис почему он такой большой острый васаби это не капуста это васаби ой очень островастенько но вкусно ммм вот это вот под пиво друзья это для пива запуски для пива вот вот ну юбонцы любят пиво ммм я хочу дальше попробовать что же здесь есть здесь есть клубничная конфета вот она ммм клубничная конфета тоже все в индивидуальной упаковочке это прям радость молодцы чтобы вскрыл и все аккуратненько они совместно лежит так так она тоже как тянучка ммм такого формата прикольная как клубника со сливками ммм а это что а это напиток друзья мои это напиток надо же так 37 калорий 5 грамм чего-то здесь 11 процентов и больше я ничего не поняла из надписей но попробовать я хочу и вскрою это чудесная чудесную штуку этот напиток запах этих ароматизаторов таких не натуральных чувствую так ну как водичка прозрачная чуть-чуть желтоватым оттенком ой мне кажется его надо разбавлять я думаю его надо разбавлять потому что он концентрированный хотя нет не надо он просто я просто не пью соки и вот напитки такие такого плана поэтому для меня это концентрировано вообще это так пьется и там есть кусочки желе или кусочки фруктов может быть ну слишком для меня слишком много лимонной кислоты или чего-то такого кислого но в целом в целом интересная штука так это это что это такое я сама не знаю сейчас будем вскрывать написано шоколад 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 с банановой начинкой ну что тут непонятного все можно по картинкам понять вот такая вот здесь штука вау дорогие мои друзья ой как это мило и интересно посмотрите они вот такие маленькие красота давайте пробовать да там вот начинка из банана ммм 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 вкусный шоколад ммм как раз чтобы пить кофе ммм 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 печенье ммм ммм печенье детское ммм ммм Я его вскрою, но пробовать не буду, потому что наверняка там есть глютен. Не хочу, но для вас покажу и понюхаю. Понюхаю и буду завидовать тем, кто это ест. Как вкусно! Как вкусно! Посмотрите, тут что-то написано, я не знаю что. А, обезьянка, еще что-то. Я по-английски тут гиппопотам. Прикольные какие печенечки. Все, убираю. А то не держусь. Но у меня опять на подходе глютен. Вот такая штука. Палочки в шоколаде. Они продаются и в Москве, и я их везде видела. Эти палочки. Вот, вот. Вот такие палочки. Это печеньки. Вот они вот печеньки. А в шоколаде. Интересные. Ой, пахнет вкусным шоколадом. Ну, это просто палочки такие хрустящие. Ну что, мне нельзя их пробовать. Глютен. Но шоколадку я могу. Да, это во рту. Вкусно. Дорогие мои друзья. А я иду дальше. Здесь есть еще какой-то напиток. Клубничка. Посмотрите, какая красота. Ну, японцы вообще молодцы. Они так вот... Это стекло. Это стеклянная бутылка. Нифига себе. Ничего не написано. Ничего не понятно. Ой, понятно. Открыть крышку. Надеюсь, как шампанское ее не вышибет. Подвесные потолки жалко. Я боюсь. Ай, я боюсь. Так, как она делается? Тут есть инструкция. Так, это снимаем. Как стекло здесь просто. Абсолютно не пойму. Странно это. Ну, ребята, если кто знает... Это стекло вообще. Если кто знает, скажите. Напишите. Я буду пробовать открывать в интернете потом смотреть. Я не знаю, как это открывается. Это такой интересный. Первый раз такую вижу бутылку. Инструкция есть, но ничего не понятно. Буду в переводчике смотреть. Погнали дальше. А дальше у нас вот... Ой, такие тоже не любят клубнику, а? Вот такие клубничные дрожжи. Прикольненько. Вот так открывается. Раз. Они жевательные. Как мармеладки. Вот оно внутри белое. Вкусное. Это жевачка. Я чуть не проглотила. Это жевачка. Я хотела кофе запить, но... Ну, вкусное. Вкусное. Похоже на конфету жевательную. Надо же. Друзья. А кто это такой? Кто это такой? Посмотрите, кто здесь? Вот какая лапушка. Милая. 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 Панда. Они любят в Японии пандочек. Ой. Голова держится плохо. Ластик, что ли? Или что это? Ну, из такого материала, как ластик. Ну, крутая. Классная такая, интересная. Меня обрадовала она. Да, вот. Так. Здесь. Это, наверное, тоже жевачка или что это? Конфеты. Дрожжет. Ну-ка. Пробуем. Ой, запах такой химический, как... Ну, как химический? Как лимон-кислота. Прям настоящая. Натуральная лимонная кислота. Ее можно есть вот так? М-м-м. Она прям... Ну, ничего, такие необычные. Давно я такие не пробовала. В 90-е, по-моему, были такие. Не пойму. Ну, ничего. Ну, необычные. Я прям даже не ожидала. Я думала, они будут как обычные стеклянные. Друзья мои, здесь у меня есть еще что-то непонятное. Каштаны. Каштанчики. Кто любит каштаны? У меня из каштанов паста была. Не очень сладкая. Ну, вкусненькая такая. Ее можно везде мазать на хлеб. Я даже запеканку с ней делала. Вот такая вот. Ой, а там кто белочки? Ну, сегодня даже упаковку открываешь, и там белочки милые. Ну, почему так красиво в Японии делают? Я не знаю, это печенье или что. Не знаю, печенье. Друзья мои, это печенье такие слоеные, тоже глютеновые. Пахнут просто, ну, восхитительно. Так хочется съесть, но не буду. Разломлю, посмотрю, что внутри. Тут есть вкрапление арахи своей, вот этой, не нутелла, а из нутс. Нутс, нутс. Из орешков вот этих вот нутс, как они называются-то, лесные орехи. Из лесных орехов тут паста, вот чуть-чуть ее, но запах обалденный. Друзья, это очень вкусная штука. Вот, прям, вот. Даже слюна выделилась. Прям не могу. Так, пробовать буду дальше. А здесь осталось, вот это что-то такое, что это? Это как ментос, стопудово, стопудово ментос. Но это ментос, прямо я чую, вот такая вот штука. Откушу кусочек, много не буду. Ну да, мятная штуковина. Давно я такие не ела химические штуки. Я вообще не покупаю, если честно. Только жвачку иногда покупаю. А вот эти вот всякие конфетки, вот эти вот такие штуки я редко. Потому что, ну не знаю, как-то не идут они мне. А тут, поэтому мне кажется, что вкусы такие необычные. Как чистящее средство для ванны. Ну да, ну вот мятная, с каким-то привкусом. Ну, не знаю, конечно, я, наверное, попробую. Потом еще распробую в машине. Может, кину буду есть иногда. Так, у меня есть еще вот это, вот это. Это такое. Это шоколадные штуки такие. Дрожжи с клубникой. Они любят клубники. Ну, я надеюсь, тут вот такие дрожжи, такие большие достаточно, дорогие мои друзья. Посмотрите, как они красиво выглядят. Просто интересно. Запах клубники с шоколадом. Внутри вот такая начинка. Абсолютно не кислая. Это вот классная штука. Так, здесь есть наклейки аниме. Куда без них, куда без них Япония любит анимешки. Вот, посмотрите, прикольненько. Ой, такие вот наклеечки. Здесь есть молочная вот такая конфета одна. Ну, хочу сказать, коровка нарисована, хочу... А, это шоколадка. Ой, это... Это как киндер детский молочный шоколад. Так, только наверху шоколад прессованный такой, как какао-бобы. Это одна штучка. Тоже жевательная, я думаю, она мягенькая. Синевая. А, это жвачка. Ну, да, это жвачка. Жевать я не буду. Ну, так, и есть еще вот такая штуковина. Сейчас посмотрим, что это. Так. Упаковали, так упаковали. Прямо что-то она не идет. А как же дети? Вот, наконец. Так, что здесь? Вау. Вау. Там дрожжи. Вот такие. Ой, ой. Одно укатилось. Ммм. Это шоколад. Белый. Внутри начинка молочная. И что-то хрустящее. Шокомяч. Шокомяч, да. Так, мои дорогие друзья. Коробка здесь тоже очень интересная. Прямо очень классная такая. Японские сладости. Вот. Жопенбокс. Правильно я произнесла? Вот. Друзья мои, там что-то осталось. Вы еще не подписались? Подписывайтесь. Ну что, вскрываем второй бокс. Так, здесь у нас вот такая коробочка. Так. О, вау. Сладкая почта. Молочный шоколад. Российский. Смотрим. Прикольно. Сладкая почта. Давай. Так. Ну вот, это просто шоколад. Вот такого плана. В магазинах я такой не видела. Ну, обычный шоколад, типа Аленка. По запаху прям как Аленка. Откажу. Мягкий. Мягкий обычный шоколад. Площа шоколада я не видела. Ну, обычный простой. Дальше. Вот такие штуки. Это тоже палочки. Палочки из теста в шоколаде. Только не в черном шоколаде, как в японской версии. А в клубничном. Клубничный шоколад. Ну-ка. Ну вот, вот прям один в один. Один в один. Вот эти палочки. Прикольно. Я их любила раньше кушать. Запах клубники. Явный запах клубники. Явного ароматизатора. Ну. Вот тот шоколад в японской версии. Вот этот. Он во рту таял. Потому что он, мне кажется, натуральный. Этот вообще не тает. Вообще не тает. Так. Дальше. Обычная шоколадка Милка. Шоколадка Милка с малиной и с орехом. Так. Друзья. Вскрываем. Прикольненько. Прикольненько. Вот оно. Вот. Вот. Что это такое. Так. Разломлю. Ну да. Это шоколад с малины и с черным шоколадом. Если честно, очень вкусно. Я просто фанат шоколада. Мочи. 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 Вот эти вот штуки, пироженки. Японская шоколадка. Японская шоколадка. Ну кто, кто, кто. Китай. Это китайская. У меня будет обзор целый. Мочи. Поэтому, ребят, я его оставлю для обзора. У меня мочи прям будет много. Увидите в обзоре. Ханута. Ханута. Вы вот такое видели в магазине? Что-то наподобие. Напишите в комментах, видели такое наподобие. Или это есть аналог какой-то. Вот я знаю о Доктор Шер, которая безглютеновая продукция. Есть аналог таких вкусненьких вафель. Я их уже все съела. Все съела. Прям один в один. Вот прям один в один есть вот такие вафли с шоколадом. Глютена не буду, к сожалению. К сожалению, это не всем. Очень хочется. Обожаю шоколад с вафлей. Ой. Опять же, я боюсь, я боюсь. Ну, сейчас тут это вот такого же плана. Ну, нет. Здесь вот просто открывашечка. Смотрим. Смотрим. Это что у нас? Газированный напиток со вкусом арбуза. Ноль калорий. Ноль калорий. Надо же. Ну, наверное, химия. Ну-ка. Состав вода. Углекислый газ. Лимонная кислота. Араматизатор арбуза. Регулятор кислотности. Цитрат. Натрия. Сарбат калия. Подсластители. Цикламат. Ацевсульфам. Сукралоза. Ноль, 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 ноль калорий. Короче, все. И натрия. Ноль, 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 шесть. Никогда бы это не купила. Это прям кладезь этих химических элементов. Ну что, попробовать надо? Ну, запах арбуза химического. Не прям как арбуз, когда там смузи из арбуза или что. Нет, нет, нет. Это химикат. Ну, чувствуется подсластитель или что-то. Ну, вообще, в целом, честно, честно скажу, вкусно-вкусно. Классная вода. Ну, в принципе, она очень даже ничего. Давайте смотреть дальше. А дальше у нас это жвачка. Это жевательная резинка. Ну что, вскрывать, что ли? Так ничего не понятно. Так, а я правильно делаю? Наверное. Вау, вау. Ой. Ой. Ну, попробуем. Жвачка. Несладкая. Вот эта вот обсыпка, это крахмал. Ну, в принципе, очень даже. Очень даже ничего. Так, здесь меня картинка пугает. Вот эта вот упаковка меня пугает. Я боюсь это пробовать. Тут прям, наверное, это очень острое что-то. Или что это? Что это такое? Я боюсь это есть. А, тут вот много таких в индивидуальной упаковочке конфет. Мне страшно, я не любитель таких вкусов необычных. Но давайте пробовать, смотреть. Это такая конфета. Ой. Она супер кислая. Ау. Она прям реально супер кислая. Ммм. Все. Я напробовалась. Ну, я даже языком ее облизывала. И прям, а я знаю, если ее так разжевать. Надо от кем-нибудь подшутить. Доча. Так. Это что? Ну, похоже рис и мясо. Я бы вот так вот тарелочку рис и мясо. Ну, нет. Это какое-то печенье. Это что же такое? Кекс, какао. Глазурец, кокосовая посыпка. Мне нельзя кекс. Мука пшеничная. Ой. Ну, как он мило выглядит. Ну, посмотрите. Шоколадный. Давай, дружок. Иди в упаковку. Будем смотреть дальше. Ну, это тоже жвачка. В таком же формате в ленте. А, нет. Это мармелад уже. Это уже мармеладка. Ну, вот тоже такая вот. Опа. С кислой посыпки. В очень кислой посыпки. Ну, не такая кислая, как конфеты. Но тоже кислая посыпка. Вы понимаете, что здесь осталось? Осталось шоколад. Ну, такой везде есть в магазинах. Немецкий. Я всегда говорила, что немцы умеют делать сладости. Шоколад у них вообще идеальный. Я помню, с детства всегда немецкие сладости с любовью. А российские почему-то не так. Здесь вот такие вот отдельные конфетки. Просто молочный шоколад без начинки. Вкусный. Ну, и осталось вот такое маршмеллоу. У меня тоже будет обзор маршмеллоу. Тоже много-много-много маршмеллоу разных. Вот. Ставлю его для другого обзора. Хочу показать прям разные-разные маршмеллки. Еще осталась упаковочная такая бумага. И все. Ну, что я могу сказать? И что я могу сказать? Однозначно, я считаю, что вот этот японский бокс побеждает. В нем намного больше сладостей. Необычных сладостей. Японских сладостей. Таких интересных. Вот это вообще я не поняла, как открыть эту бутылку. Дорогие мои друзья, что я хочу сказать? Я так посмотрела статистику, точно не помню, но у меня где-то меньше 30% смотрят с подпиской, а остальные смотрят без подписки. Почему? Почему подписывайтесь? Круто будет. Дорогие мои, пишите же, о чем снимать. Какие видосики, какое-то, что бы вы здесь хотели попробовать. Ну, здесь вот реально я бы сама... Я вот, что я бы хотела? Я хотела бы вот это вот. Не попробовать, а сожрать. Прям с кофем всю упаковку. И не одну. Ой. Очень... Очень... Даже запах, аромат... Ммм... Где они? Где? Ну, как же это вкусно! Шоколадный пай написано с белочками, с пастой из орешков. Ммм... Самая вкусная штука, которую я нюхала за последнее время. Ароматнейшие печеньки просто. Вообще прям вот самое такое, что бы я отсюда съела, это вот эти печеньки. Ну, вот эти вафельки я бы тоже съела. Ханута. Ханута. Ханута, нутелла, да? Это типа нутеллы. Ну, потому что мне очень напоминают нутелла. Вот, мои дорогие друзья, давайте... С вами прощаться. У меня будут еще крутые видосики с моти. Разные виды моти. Я свои еще обещала приготовить. Я уже купила муку из клейкого риса. Специально, чтобы делать моти. Домашние. Пасту адзуки я не нашла. Ну, тоже по всей Москве бегать ее искать не хочется. Я... Во-первых, я могу пасту адзуки сделать сама из красной фасоли. Да, это делается вообще несложно. Все в Корее это делают. Прям ничего страшного. Не обязательно ее покупать. И... Во-вторых, я могу сделать с фруктами. С манго, с ананасом. Там еще что. Вот эти вот начинку. Будет очень классно. С белым шоколадом они любят. В Японии, в Корее. Вот мои моти против покупных моти. Разные-разные виды моти. И... Маршмелло. Мне подписчица одна написала, что хочет маршмелло с разными способами приготовления. Но я решила сначала сделать обзор маршмелло в одном видео. Обзор маршмелло много разных производителей. Интересные форматы маршмелло, необычные форматы маршмелло. А потом, когда мы это все посмотрим, каждое маршмелло будем как-нибудь готовить интересно. Дорогие мои друзья, подписывайтесь на меня, ставьте мне лайк, комментируйте обязательно, пишите комментарии. Напоминаю, что у меня конкурсное видео еще есть. Котята. Распаковка котята. Котят бокс. Бокс котят. Вот. Вы на меня подписывайтесь. Ставьте мне лайк. А я с вами, друзья мои дорогие, прощаюсь. Пока-пока-пока.